Яркие радиошоу, концерты юных артистов, добрые и поучительные сказки и песни из популярных мультфильмов. Детское радио зазвучало в Сургуте, вещание началось на частоте 99,7 FM. Волна для детей и их родителей на сегодняшний день довольно востребована. Ежедневно ее включают почти 2 миллиона россиян. Чем будут удивлять юных слушателей и как выглядит радиостанция, откуда сургутяне ежедневно слышат новости нашего города, расскажет Анастасия Петрова. Впервые голос ведущих Сургут Интерновости зазвучал на радиоволнах 24 года назад. 26 апреля 2000-го была открыта станция Авторадио Сургут, тогда Север Авторадио. С тех пор радио неизменно и большая любовь нашего медиахолдинга. На волне 103.3 FM ежедневно мы провожаем вас на работу, сопровождаем на пути домой, желаем приятного аппетита и рассказываем о происшествиях на дорогах. В этом нам, безусловно, помогаете вы, выступая народными корреспондентами. Сегодня на базе холдинга у медиа вещает не только Авторадио Сургут, но и такие станции, как Energy, Love, Dacia, русский хит. Задача, действительно, каждый день заинтересовать слушателя и заинтересовать чем-то новым, потому что даже те, кто слушает нас постоянно, они всегда хотят чего-то нового, они сами об этом говорят, вот то, о чем я говорила, да, обратная связь. То есть люди хотят чего-то нового, и мы стараемся двигаться вот в этой волне, придумывать что-то и развиваться в том, что у нас уже есть. Помимо представленных пяти радиостанций, в арсенале ОМЕДИА появилась новая волна 99,7 FM. Там для сургутян 30 марта стартовало вещание детского радио, где юным горожанам предлагают погрузиться в мир сказок, послушать песни из популярных мультфильмов и побывать на радиошоу. В эфире можно услышать и контент для родителей, например, по вопросам воспитания. Я думаю, каждый, кто так или иначе связан с медиасферой, готов будет признать, что детский подростковый сегмент практически в югре не закрыт ничем. И детское радио станет, наверное, потрясающе хорошей отдушиной для родителей, которые перевозят своих детей, какого бы возраста они ни были, в своих автомобилях. Потому что теперь можно включить нужную радиостанцию и совершенно не думать о том, что необходимо отвечать на миллион вопросов. Детское радио предоставляет потрясающий научный, познавательный, интересный музыкальный контент. Это не конечная точка. Медиа продолжит развивать контент для детей и подростков. Я очень рад, что мы первые, кто обратили внимание на именно наших детей, которым необходимо что-то слушать. Потому что мы зачастую даже не замечаем то, что слышим, и это откладывается в нашей голове. Очень важно фильтровать ту информацию, которую поступают в детские уши. Мы очень трепетно относимся к новым проектам, особенно касательно радио. Мы анализируем каждый отдельный проект в зависимости от того, какой результат мы хотим получить. Мы уже неоднократно заявляли, что наша целевая аудитория – это молодежь. Поэтому мы стараемся все проекты, которые запускаем в текущий момент, связывать так или иначе с подростками, с детьми или же со студентами. Соответственно, если появится какое-то интересное направление с точки зрения этого сегмента, мы обязательно его рассмотрим. Сургутяне, с которыми мы побеседовали, поделились мнением, что появление в городе детского радио поможет отвлечь подрастающее поколение от телевизоров и смартфонов. Я думаю, что благодаря созданию детского радио детям будет интересно узнать много чего нового об окружающем мире и о тех вещах, о которых они раньше не знали, но хотели бы узнать. Все зависит от контента, правильно? Потому что сейчас дети, конечно, из телефонов не хотят выходить, потому что у них там и переписка, и чат, и все, смотря что будет по радио. Это очень здорово, я считаю, для развития, и интересно послушать будет, если это будет русская музыка. Это же для развития, считайте, с младенцем это, ну вот едешь с младенцем, для поднятия настроения, да и вообще для семьи, всей семьей петь песни, очень здорово, я считаю. Анастасия Петрова, Сергей Коликов, Сургут, 24.